Проливной дождь и лидер турнирной таблицы. Этот игровой день для Барнаульского Динамо складывался тяжело. Пермский Амкар фаворит всего чемпионата и этой игры. Уверенно и по своему сценарию провел весь матч против Барнаульской команды. В первом тайме на исходе получаса игры счет открыл Александр Доля. У Алексея Доли. Вот это он попал, молодой футболист, один из самых молодых вообще в составе. А в самом начале второго тайма еще один мяч забил Илья Юрченко 0-2. Следующий матч Динамо-Барнаул проведет дома 17 августа против дублеров Самарских крыльев Советов. Тяжелый в плане погодных условий матч. Я думаю, что погода подвела все-таки. На таком поле не то, что оно плохого качества, оно тяжелое просто само по себе. Оно мокрое, вязкое, поэтому очень тяжело было вскрыть оборону Амкара. Мы знали, как играет Амкар, были готовы к этому. Но опять же, мы готовились, что опасные стандарты угловые в атаке их. Мы готовились, мы знали. Опять же, мы пропускаем гол в очередную игру со стандарта. От дождливого футбола переходим к солнечному волейболу. А именно к женскому. Волейболистки Алтай Агал начали свою подготовку к новому сезону. Первый этап тренировок проходит на стадионе Лабиринта. Чтобы игроков ничего не отвлекало от тренировочного процесса, команда в полном составе проживает в гостинице. 19 августа стартует второй этап подготовки. Команда начнет тренироваться в спортивном зале. Вместе с отработкой игровых элементов спортсменки будут заниматься в тренажерном зале. Алтай Агал сыграет в дивизионе Сибирь. Первый тур пройдет в Новосибирской области с 22 по 27 октября. Дмитрий Дроздов. День с толком.